И кавалер рассказал, что у него есть сертификат на 600 евро в магазин дорогих вещей брендовых, и можем там что-то купить, но эта идея мне не нравится. Поддержанную одежду я бы не купила. Как реагировать? Но там ситуация, мужчина написал о том, что он сдаёт какую-то недвижимость, и в одной из его недвижимости есть магазинчик, где брендовые вещи с небольшими следами носки. И с ним этот магазин вместо аренды расплатился сертификатом на 600 евро. И, соответственно, кавалер такой щедрой душой, такой прям вот с размахом приглашает даму пойти в магазин, где, по сути дела, ему ничего не стоит, потому что он получил этот сертификат в обмен за свою недвижимость. То есть не получил он этих денег, но ничего не потерял. Вот и получается предлагает даму выгулять в магазине с царапанными куртками. Ну, я не знаю, там что там, не знаю, с оторванными пуговицами. Они, может быть, брендовые вещи, там шовчик, может быть, не тот, или этикетка отвалилась. Вот, давайте назовём магазин с поцарапанными куртками. У меня почему-то куртка царапанная сразу представляется. Ну, как реагировать? Ну, как реагировать? Как хотите, так реагируйте. Потому что если для вас не проблема, лишь бы брендовые вещи, вы готовы поносить вещь с царапинкой, ну, идите и радуйтесь. Вот, если, конечно, для вас неприемлема вещь носить одежду за кем-то другим, хоть дорогую, хоть дешёвую, для этого вступает наш любимый механизм, который называется софт-сэндвич. «Спасибо тебе большое, дорогой Джон, да, дорогой Джон, спасибо тебе большое за то, что ты обо мне подумал. Но для меня неприемлемо носить вещи, которые носил кто-то другой. Я предпочитаю, может быть, нормальные вещи, не брендовые, но новые, для меня только. Если ты хочешь доставить мне радость, надеюсь, что мы сможем найти какой-то альтернативный вариант, пойти и купить мне ту одежду, которая тебе на мне понравится». Ну, там можно вариации развивать, но софт-сэндвич, оно вообще всё наше всё. То есть смысл такой, любая ситуация, которая у вас происходит, нет ответа «хорошо», нет ответа «плохо». Есть только то, как вы относитесь к этой ситуации, потому что кому-то всё равно царапанная куртка или не царапанная, и самое главное, что она брендовая, и что можно перед подружками похвастаться. Я помню, в те времена, когда я сама была в поиске, у меня один кавалер, вот, мы с ним так и не встретились. Он меня всё пугал встречами, ну, в общем, как-то пугал, пугал и сам испугался. Вот, он поехал в Китай в командировку и купил там каких-то фейковых сумок. И вот он мне фотографии этих сумок посылает, я сижу и думаю, вот, вот опять же, да, как воспринимать, сижу и думаю, вот, хорошо это или нет, ходить с фейковой сумкой. То есть у меня есть один бренд, который мне нравится, я его покупаю новым, вот, у меня этих сумок немного, вот, я покупаю, для меня самая каждая сумка – это событие, потому что я этот бренд люблю, обожаю, вот, то есть для меня не количество важно, а важно, чтобы мне вот эта вот сумка, она прямо вот, вот, как к сердцу приросла. И вот я смотрела, помню, на эти фотографии этого китайского изобилия и вот тоже думала, вот, оно мне надо или нет, потому что я, как бы, фейками не пользуюсь, и я лучше пускай куплю дешёвую, ну, в магазине, ну, вот, опять же, да, у каждого свои. Подружка моя сказала, бери всё, что даёт, фейк, не фейк, не видно, зато другие наши подруги позавидуют, да, вот, смотрите, у каждого своя реакция. Вот что делать с фейковой сумкой или что делать с царапанной курткой? Что хотите, то и делать, это абсолютно исключительно ваше личное восприятие, ваша личная жизнь.